Здравствуйте, я Романюк Вера Николаевна, работаю в Большом московском цирке, медицинском кабинете, фельдшером. Но я думаю, что я выбрала работу цирки не потому, что я захотела цирк, выбрал меня, и я ничуть не разочарована. Я училась в Белгородской области, город Старый Оскол, в медицинском колледже. На данный момент я имею три диплома по образованию, сертификаты, соответственно, каждые пять лет я повышаю свою квалификацию. На данный момент имею сертификат по скорой и неотложной медицинской помощи, высшая категория, сертификат по лечебному делу, соответственно, категория и сертификат по наркологии. В мое рабочее утро, то есть я прихожу и готовлю в свой рабочий кабинет. То есть это стол рабочий, на котором я работаю, да, это журналы, которые у меня ребята приходят, подписывают, я обследование провожу. Вся аппаратура должна быть заряжена, то есть неизвестно, что произойдет в следующий момент. То есть у нас такая работа непредсказуема, то есть ребята репетируют. Не дай бог, конечно, ты ждешь, если хорошо, что не случится. Но вот аппаратура должна быть всегда в рабочем состоянии. Медицинский работник оказывает помощь любую, я бы так сказала, потому что со всеми проблемами текущими, вплоть до, может быть, психологическими какими-то моментами приходят в медицинский кабинет. Чисто можно так поговорить. Помощь, я бы так сказала, что даже, знаете, как скорая неотложная. Это первостепенно, а остальные уже всякую помощь и психологическую оказывают здесь же. Травмы чаще всего это укусы, порезы, вывихи, подвывихи, разрывы связок, переломы, вплоть до того, что... Ну, то есть наша задача в чем состоит? Оказать первую неотложную помощь. Либо они у нас обследуются дальше под пристальным приспотом медицинского кабинета, мы наблюдаем за ними, либо же мы отправляем медицинское учреждение по профилю. То бишь, либо амбулаторное лечение делим, либо стационарное лечение. Но тут нужно отдать должное нашему руководству. Оснащенность нашего кабинета превыше всех похвал. То есть я была в разных медицинских кабинетах. То, что у нас есть, можно даже позавидовать другие медицинские пункты. Посмотреть, вот, допустим, у нашей кафе здесь. Здесь и таблетированные препараты есть, и ампулированные препараты. Вплоть до того, что у нас есть адреналин, преднизал, он для оказания неотложной помощи, именно неотложной помощи, есть у нас все. Аллергическая реакция, перевязочный материал у нас в наличии. Перекись, хлоргексидин, бинты, салфетки, когезивные бинты в том числе. Даже редко их найдешь в больницах и поликлиниках. У нас все есть, все в наличии. На моем рабочем месте находятся тонометры. Сейчас наличия у нас три. Это два автоматических, которыми я пользуюсь. И ручной тонометр. Если мы смотрим на автоматическом тонометре, и мне не устраивает давление, перемеряем на ручном. Соответственно, пульсоксиметры, термометры. То, что мы используем в работе. При прохождении медицинского осмотра, это артистический персонал, технический персонал. Сейчас к нам ходят в районе 160 человек смена. Журнал, который мы записываем. Журнал, которых мы наблюдаем в течение недели, у кого повышенное давление. И всякие остальные журналы, которые нужны для работы медицинского кабинета, естественно, не ведутся. Важность моей работы заключается в том, чтобы, во-первых, оказать первую, неотложную медицинскую помощь. Потому что в церкви очень много людей. В плане того, что даже не артистов, а еще у нас в спектакле приходит очень много зрителей, полный зал. И они, как таковые, приходят с детьми, с подростками, взрослые, бабушки, дедушки. И иногда приходится выходить в зал фойе для оказания помощи. Для меня самое интересное в цирке – это артистический персонал. Это ребята, которые отдаются своей профессии, можно сказать, душой, телом, своим временем. Я даже не знаю, как это сказать. Они живут цирком, по-другому не скажешь. Потому что, приходя с утра, у нас есть такие, которые тут и даже в выходной свой день приходят, репетируют. Иногда задаешь вопрос, по-другому не могу, мне нужно репетировать. Ну, вот это ребята. Я бы сказала, не что, а кто. Это люди, которые здесь работают. Свободного времени, как такового, очень мало. Вот. Ну, если такое попадать, то я занимаюсь спортом. Я прихожу всегда на работу с улыбкой. И мне всегда говорят, что у меня… Ну, естественно, как у каждого человека, много проблем дома, еще какие-то там жилищные, бытовые, там, еще как-нибудь. Ну, ты пришел на работу и улыбаешься. Когда ты приходишь на работу и улыбаешься, и люди тебе видят, значит, ты у них хорошо. То есть, ты встречаешь их с улыбкой, провожаешь с улыбкой. Ну, то есть, вот я считаю своим достоинством. И буду так продолжать дальше работать. Ну, нашим подписчикам я пожелаю, чтобы наше тяжелое время были все здоровы.